В этом году Театральный Олимп впервые прошел не летом, а в золотом курортном сезоне. Недельную театральную марафонскую дистанцию преодолели ведущие репертуарные театры Москвы, Ярославля, Якутска, Иркутска и Новошахтинска. На суд жюри было представлено полтора десятка спектаклей. Оценивались качество постановок и уровень театрального менеджмента. Я даже сама, наверное, не завидую театрам, которые проходят этот сложнейший марафон, потому что подготовка к нему занимает полгода или 4-3 месяца, это самый минимум. Фестиваль федеральный, и здесь действительно театры выходят на линию не только конкурсную, но на линию осознания особенностей сегодняшнего театрального процесса. Здесь действительно никаких мелких моментов нет. У нас здесь принимается во внимание всё. Поэтому у театров трудная подготовка и у театров трудный экзамен в Сочи. По традиции итоговый день фестиваля проходит в зале органной и камерной музыки. Сочинский симфонический оркестр подготовил для участников театрального Олимпа музыкальные подарки. И так как 2016 год кино, то и звучали известные произведения из кинолент. Первые награды фестиваля получили мастера театра, затем назвали лучших в конкурсных номинациях в деловой и творческой части. Лучшим спектаклем для маленькой аудитории признана «Золушка» Новошахтинского драматического театра. А взрослую публику порадовала постановка Иркутского академического театра имени Охлопкова. Труппа взяла и диплом за лучший Олимпроект, а также главный трофей фестиваля. Гран-при ждал своего обладателя в Сочи полтора года. Спасибо за жюри, спасибо вам за то, что все-таки на этом фестивале я увидел стремление к русскому психологическому театру. Я увидел людей, которые разделяют нашу сибирскую точку зрения, для чего служит театр. Мне очень было приятно, что сочинцы очень хорошо выделили наш спектакль, что мы просуществовали эти три часа на одной волне. Публика с особым трепетом приняла и еще одних сибиряков. Приз зрительских симпатий достался Государственному академическому русскому драматическому театру имени Пушкина. Театр из Якутии также стал лучшим в номинации Олимпрезентации и взял серебро в основной конкурсной программе фестиваля. Итоги шестого театрального Олимпа подведены и уже началась подготовка к следующему. В 2017 федеральный фестиваль пройдет также в октябре.